Теперь мы подошли к Римскому Сенату, то есть это любая вот такая вот машина с обычным правом, она имеет в том числе и политический некий орган, то есть она одним самым ближайшим к нам является Римский Сенат, а также Ассамблея, Туан, Таберланд и так далее, все они примерно похожи по своим функциям. То есть они решают все текущие вопросы, но при этом они не издают каких бы то ни было законов и так далее, и так далее. Сейчас в случае Сомали голосование не используется, эти люди принимают решение до тех пор, пока они не придут к полному согласию между собой. Мало того, там существует еще такое интересное поверье или традиция, считается, что если человек встает, когда он говорит, то он как бы на самом деле врет, то есть вот говорят, что человек должен сидеть, если он сидит, тогда он говорит правду. Если он встает, он хочет возвыситься над всеми остальными тем самым, и тогда этому человеку лучше не верить. Но вот эти штуки, они могут, тем не менее, рекомендовать судьям, например, изменить суммы штрафов. И прецедент такой был действительно очень интересный. Когда Сомали развалилась, то, конечно, тут же завелись разные ушлые ребята, бывшие военные, там силовые разные органы, которых тоже, как везде, было очень много, которые начали кошмарить друг друга и мирных жителей. Поскольку это были люди, которые, так сказать, это не были войны кланов, то есть их действия не были санкционированы кланами, но все эти люди были членами какого-то клана, то суды поступили очень просто. Они для этих людей поставили более высокую цену, как сказать, за Блад Прайс. Поскольку Блад Прайс платят не он, а платят его родственники, а он бегает как дурак, значит, там с автоматом, то все дядюшки-тетюшки немедленно, значит, на этих людей навалились, после чего война сразу же прекратилась, потому что никто не хочет этого ничего вложить. И, таким образом, это, наверное, единственный случай, когда вот эта война была остановлена по решению суда, фактически. Наверное, такие случаи где-то были еще, но вот ближайшие к нам случаи в истории, это именно в Сомали. В дальнейшем там уже были другие расклады, но вот именно вот эта попытка гражданской войны сразу после расклада, она была остановлена кланами именно через судебную систему, потому что для людей, которые бегали с автоматами из Сыреля, друг друга для них тупо подняли вот этот Блад Прайс. Значит, есть еще один метод решения споров, который применяется уже внутри вот этих вот расширенных семей, если там идет конфликт, то родственники призывают своих, так сказать, вот этих вот других родственников для того, чтобы они встали на их защиту. Но есть одна очень важная деталь. Эти родственники, как бы, да, они приходят, они их поддерживают, но они будут готовы вступить в защиту только в том случае, если эта сторона будет повернута атаке. Точно так же действуют родственники другой стороны. Таким образом, ситуация загоняется в БАД, потому что вы можете только защититься, но атаковать вы не можете, потому что когда вас не поддержат, когда вы останетесь один. И после чего уже, так сказать, зовут там каких-то уважаемых людей-медиаторов, которые в дальнейшем решают этот конфликт. Ну вот это способ заморозить конфликт сначала, да, а потом уже его каким-то образом решить. Итак, сила, в общем-то, этого сомалийского права в том, что оно иммунно к политическим манипуляциям, предотвращает, так сказать, вот это политическое управление, близко к естественному праву, развивается в гармонии с ценностями общими для всех нас, то есть игра по-другому одной не может, применяется обычно немедленно, вот. Оно эффективно в предотвращении преступлений, потому что вот эта ваша расширенная семья, она фактически следит за своими членами, по той простой причине, что ей приходится платить за действиями этих членов. Может использоваться с низкими издержками и без налогов, почитается сомалийцами, сопротивляется разным внешним факторам, которые пытаются как-то влиять, требует реституции, а не наказания, то есть никаких тюрем, ничего нет, непонятно, почему мы должны содержать бомбит от общих тюрьмах, да, вот, и в принципе мало чем отличается от рыночных механизмов. Но у этой системы, именно в случае сомалий, есть и большие недостатки. То есть первое право не способствует сбережениям и какому-то развитию там и так далее. Почему? Потому что если вы что-то зарабатываете, немедленно появляются вот эти самые дядюшки-тертюшки и требуют свою долю от вас. Считается, что вы обязаны с ними делиться. Мало того, данные долг-деньги считаются лишними. И если вы пытаетесь вернуть деньги, которые вы там одолжили там какому-то человеку, а он не хочет вам их отдавать, то суд обычно становится на сторону именно вот этого заемщика. Считается, что это вам Бог послал и как бы, ну, вот вам просто повезло. Значит, второй момент, который тоже, именно это я считаю, является на самом деле, а не то, что там нет такси правительства мудрого, главной причиной того, что это все-таки еще до сих пор действительно бедная страна. Закон точно так же не поощряет, скажем так, продажу земли посторонней. На самом деле можно купить землю, но довольно трудно. И этому опять-таки есть причина. Почему? Потому что посторонний не является членом клана. И это значит, что ваши соседи, грубо говоря, они не могут обратиться к вам за поддержкой, когда возникают какие-то потребности. В рамках именно права, потому что, да, как соседи они могут, но это не имеет каких-то правовых последствий, потому что вы не член клана, вы не член жилиба. Вы просто купили там землю. Поэтому к вам отношение будет совсем другое. Закон неадекватно защищает права женщин, мягко говоря, то есть довольно плохо их защищает. Закон, в отличие, кстати, как я уже говорил, от ирландского права, то есть это уже какие-то местные свои там отличия, закон отправляет компенсацию не пострадавшему, а его семье. То есть, с одной стороны, эта машина работает как бы эффективно, с другой стороны, получается, что, собственно говоря, вы пострадали, а выиграли от этого не вы, а ваши родственники. Суды действуют медленно предотвращение и мошенничество. Здесь, как и в случае с займами, считается, что надо быть более внимательным в следующий раз. И если вы пострадали от мошенничества, то эти деньги были лишними, опять-таки. Суд считает клевету и преступлениями, но это как раз болезнь почти всех систем обычного права. Честь и так далее, и так далее. Вот все это здесь тоже присутствует. Закон не предполагает экстрадиции, то есть преступник может укрыться в другом клане. Закон не предполагает, опять-таки, защиты иностранцев. Тоже понятно, по какой причине, потому что иностранец не член клана. Он не является членом страховой группы, и поэтому у него, естественно, нет никаких прав. И с ним, соответственно, можно поступать. Отсюда все вот эти вот истории, так сказать, страшные парцемалиицы. Потому что разные глупые люди едут в Магадиша, а потом, когда они пытаются выехать за его пределы, их тут же берут, так сказать, в плен и потом требуют выкуп. В одной простой причине, почему это можно сделать, с другим человеком так поступить нельзя, потому что он член какого-то клана, член жильфа, за ним есть люди. А с вами можно, потому что вы никто. Вы, как бы, в ней это все системы находите. Ну и теперь вкратце попробуем сформулировать то, как работает обычное право. Как я сказал, обычное право одинаково, в общем-то. Везде, во всем мире, всегда, и во все времена у него, в общем-то, везде есть общий пункт. Первое, что нужно всем запомнить, когда вы пытаетесь думать об обычном праве, это не относится уже к нему самому, это относится просто к свойствам нашего мозга и к тому, что мы живем в другой правовой системе, что никто не заставляет прибегать к правовым процедурам этот ответ на ваш вопрос. По поводу того, хотите вы там такую компенсацию или хотите другую. Если убили там кого-то, да, и вам предлагают 100 верблюдов, на самом деле это очень большая цена. А вам хочется 150, пожалуйста, решайте вопрос сами. Но у вас тогда не будет правовой поддержки ваших действий. То есть в дальнейшем другая сторона сможет, если вы примените силу, убьете кого-то, вы будете отвечать. То есть никто не будет уже брать во внимание то, что вы хотели получить вашу цену, потому что вы это делаете вне правовой поддержки, так сказать, всех этих механизмов, но тем не менее вы полностью свободны поступать так, как вы хотите. То есть почему существует обычное право? Что такое обычное право? Это, скажем так, те правовые процедуры, то есть люди к разным правовым процедурам прибегают, а вправо попадают те, с которыми они все согласны. Вот именно эти процедуры становятся правом, именно поэтому это право одинаково бы сумели для разных народов. Потому что это как бы процедуры, с которыми любой, в принципе, был бы согласен. Только процедуры такого сорта становятся правом. Но вы можете спокойно действовать, опять-таки, в рамках не этих процедур. Допустим, в случае той же Исландии, там масса случаев, когда люди решали, допустим, споры, не прибегая судебного вроде такого правового характера, не прибегая, тем не менее, к услугам судей, потому что, ну, они знали, что вот можно решить так, а можно и так решать и как хотите. Но если вы хотите для того, чтобы это было именно так, чтобы это одобрило сообщество, а это очень важно, то тогда вам нужно действовать по вот таким процедурам, а не по тем, которые вам ведутся самому в голову. А вот юрисгипция этого права, она вот на какой территории находится? Она не территориальная. А если у меня есть моя территория, моя собственность? Тогда действует другой механизм совсем. Значит, опять-таки, раз уже начали, то вот уже второй сразу пункт, это членский, а не территориальный принцип. То есть и Джилиф, и Туах, и вот этот Файл, и все вот эти штуки, а это членский принцип, он не привязан к территории, а к людям. Это конкретный человек, член какого-то вот этого конкретного Джилифа, и он находится в юрисдикции конкретного адая, конкретного вот этого вот судьи, да? А не потому, что он проживает на некой территории. Третий принцип – это компенсация ущерба, а не наказание. Но это вещь, которую как раз понимают хорошо. И, так сказать, две штуки, которые делают, так сказать, все вот это вот исполнение решений в принципе реальным. Первое – это страховые группы. То есть если нарушены кого-то, так сказать, права из этой страховой группы, страховая группа платит, вернее, она получает эти деньги, да? Если он нарушил, то она платит. А второе – это более нам понятный и, так сказать, привычный механизм залога или гарантии. Теперь последний пункт. Значит, что приводит вообще в действие, вот, вес этот контроль страховой группы? На самом деле цена, цена компенсации. Если вы посмотрите на вот эти blood price, то они очень высоки. То есть почему страховая группа заинтересована в том, чтобы ее члены вели себя хорошо и не причиняли никому ущерба, потому что цена очень высокая. Цена всегда такая, которую не может выплатить один человек. Если мы возьмем, допустим, в случае Исландии, то там вот этот бергет или цена крови, он составлял сумму, на которую средний человек должен был работать 12,5 лет. То есть сам он ее выплатить не может. Поэтому он должен, так сказать, всегда быть, у него, вернее, должны быть люди, которые за него вступятся в случае чего, и они, так сказать, будут выплатить эту сумму. И это делает этих людей заинтересованными в том, чтобы этот человек вел себя хорошо, вот, и не выходил за какие-то там, скажем так, рамки приличий. Если меняются условия, есть в саге о Амьяле, есть такой эпизод, как раз, когда враждуют две группы, и одна группа более богатая, чем другая, она убивает, значит, членов вот этой более бедной группы, и легко и свободно платит им вот этот вербик. Вот, а у них, так сказать, много денег, для этого они могут себе это позволить. Тогда вот эта вторая более бедная группа говорит следующее этим, мы за нашего каждого убитого, мы будем, значит, убивать двух ваших. Вот, те, значит, немножечко чухают реку и говорят, когда мы будем вам больше платить. И все, то есть после этого, как бы, цена поднимается таким образом, да, то есть рыночная цена становится больше, вот, и вся вот эта свара, она тут же прекращается, потому что, ну, уже становится, ну, вот, как бы невыгодно. То есть, вот это частное решение уже становится потом, как бы, своего рода специалистом. Судьи видят, ага, вот, условия изменились, люди стали богаче, им стало легко и просто, значит, резать друг друга. Давайте-ка мы поднимем цену. Когда цену поднимают, значит, все, опять вся эта машина, так сказать, включается в действие, потому что отдельно взятый человек, то есть, не может такую цену убить. Как только он становится в состоянии это сделать, тогда эта система, она уже, как сказать, вот, немножко проседает. Вот, но вот, еще раз скажу, что главное, что нужно помнить, когда вы думаете об обычном праве, что на самом деле никто не заставляет прибегать к правовым процедурам. Это первый пункт. Второй пункт, это то, что страховая группа является основой любого обычного права. То есть, это два тезиса, которые, если вы их осмыслите, да, вы тогда уже будете понимать, как эта штука работает, насколько она отличается, вообще говоря, от системы, от которой мы все привыкли. Значит, в отношении прав собственности. Все, я закончил. Значит, сразу отвечаю на вопрос, значит, как действует. Да, то есть, это два совершенно разных вида права, на самом деле. Беда с государством как раз в том, что оно путает вот эти вот вещи между собой. Ваше право собственности, вы там полный хозяин, делайте, что хотите. Вот. Если что-то случается на вашей территории, вы считаете, что вы, так сказать, в праве здесь действовать? Действуйте, пожалуйста. Весь вопрос только в том, что на самом деле, будучи взаимозависимыми друг от друга, люди всегда, на самом деле, рассчитывают последствия таких действий. Я могу, например, на своей, ну вот, допустим, у нас свободное общество, да, нет там какого-то государства, нет никаких законов, я могу на территории своего дачного участка, значит, сказать, все, пожалуйста, ходите на голове, я по-другому не хочу. Вот. А, допустим, чрезвычайно мой участок проходит дорогу, да, вот, и я там сижу и стремлю со всех денег, вот, значит, маленькую, чтобы они проходили. Но требует них, чтобы они прошли по голове. Что эти люди будут делать? Значит, построят другую дорогу, очевидно. Вот, ну, самый простой пример. Ну, потому что, ну, мало найдется желающих, хотя я полно в своем праве, я полно в праве требовать от них, что угодно, если он придет, это был. Просто, буду ли я это делать или нет? Да, то есть вопрос всегда прибыли и сдерживаться.